Таких чисел на табло пунктов обмена валюты в Москве не было по меньшей мере с начала 16-го года. Рубль в понедельник подешевел до четырехлетнего минимума. Российскому Центробанку пришлось пойти на экстренные меры и приступить к упреждающей продаже доллара и евро, чтобы приостановить девальвацию национальной валюты. Причем к такой панике на бирже привели действия самой России. Это то, что Россия отказалась присоединиться к сделке ОПЕК, снизить добычу. Это и стало основным триггером. И поэтому мировые спекулянты очень так нервно отреагировали на эту новость. И вот мы видим сегодня такое феерическое падение стоимости барреля. Чем это грозит? Безусловно, для стран-экспортеров ничего хорошего нет. Цена на нефть в начале открытия торгов на этой неделе обварилась на 31%. Бренд на минимуме достигала 31 доллара за баррель. Такого резкого колебания цен не было с начала операции «Буря в пустыне» в 1991 году. Причина паники на сырьевых рынках – действия России. Москва отказалась продлить договор ОПЕК-плюс и пойти на дальнейшее сокращение добычи нефти, чтобы компенсировать снижение спроса из-за эпидемии коронавируса. После этого Саудовская Аравия объявила об увеличении производства. Московская биржа в понедельник была закрыта из-за праздников. Но во вторник еще до начала торгов заявила о готовности к обвалу котировок. В итоге на открытии «МАЭКС» обрушилась на 9%. Курс доллара приблизился к 73 рублям, евро – к 82,5. Аналитики предсказывали это еще в понедельник. «Если ничего не поменяется, нефть останется ниже 40 долларов за баррель, да, действительно, в моменте отечественной фондовой биржи ждет кровавая баня. Индекс Мосбиржи, наверное, может опуститься в район 2500 пунктов, ну и рубль, соответственно, на 75 рублей к доллару». К вечеру понедельника ситуацию с отказом подписать соглашение ОПЕК-плюс прокомментировал пресс-секретарь крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» Михаил Леонтьев. Он заявил, что для России эта сделка была лишена смысла. Сравнил документ с фиговым листком, а несостоявшееся ее продление – мазохизмом.